Сохранение зелёных зон курорта – одна из главных задач, которые ставит глава НАПА Юрий Поляков. Для того, чтобы машины не заезжали на газон, было принято решение установить здесь ограждение. Это пробный вариант. Изготовили сейчас 24 метра. Попробовали, как она будет стоять. Дальше продолжаем работы по изготовлению ограждения. И как только всё ограждение будет готово, будет установлено в пределах 200 метров по всей улице. Для того, чтобы сохранить зелёную зону. Юрий Поляков также поручил найти решение проблемы с парковкой. Сейчас ведутся переговоры с владельцем этой платной стоянки, чтобы с родителей воспитанников спортивной школы плату не взимали. После установки ограждения территорию благоустроят. Первые шаги уже сделаны. Неподалёку возле питьевого бювета появилась новая пешеходная дорожка. Тротуар около 60 метров в длину и чуть больше метров в ширину имеет пологие скаты для удобства маломобильных граждан. С учётом формирования доступной среды реконструируют и прилегающую территорию здания бывшего военкомата. Здесь ремонтные работы уже на финишной прямой. Плитка 200 квадратов, около 200 квадратов сделано. Сделано крыльцо с пандусом. Доступная среда. Переделано полностью, она была маленькая. Мы сделали его больше. Соответственно, сейчас занимаемся задним двором. Также здесь установили беседку для удобства посетителей. После реконструкции в этом здании располагаются ряд муниципальных управлений. Продолжаются ремонтные работы и на пешеходной зоне улицы Гоголя. Сейчас рабочие ремстрои укладывают плитку на участки между улицами Краснодарская и Гребенская. Общая площадь составит порядка 600 квадратных метров. Данные работы планируется завершить до середины февраля. Кремляру. Продолжение следует... Продолжение следует...